Продолжаем тему. Уроки из истории христианства. Так вот, я хочу продолжить о проблеме идолопоклонства в христианской церкви, в историческом христианстве. Вот такие антихристианские явления в христианстве. Продолжение. Мы записали, запомнили, что в конце 4-5 столетия эта проблема начала приходить в христианскую церковь. Прошло 100 лет, и уже в 6-м столетии были учения, оправдывающие не просто возможности изображения в церквях, но даже и поклонения этим изображениям. Был такой Леонтий из Неаполя, архиепископ. Леонтий, неаполитанский епископ. Леонтий, запомним, пожалуйста, в 6-м столетии Леонтий из Неаполя, который учил, что он древние учения эллинистов перенес на христианскую почву. И он учил, что даже не просто иметь изображение, но поклоняться пред ним, преклоняться, целовать его, это непредосудительно. Почему? Потому что, по его мнению, как считали и эллинисты, как и другие многие философы древности, дохристианские считали, он считал, что через образ я перекидываюсь на первый образ. То есть, целуя икону, я не саму икону имею в виду, не саму, она изображает чувство, адресуя именно этому образу. В семинарии до сих пор из Неаполя доносят примерно так же, как и Леонтий писал. Кстати, слава Богу, что нашелся тогда же греческий один мыслитель, философ и архиепископ, также Филоксен его звали, который полностью эту ересь разоблачил. Филоксен, архиепископ Иеропольский, запишите, полностью эту ересь разоблачил. Тогда же, в самом ее зародыши, в самом ее начале, ее разоблачил Филоксен Иеропольский. Он разоблачил эту ересь на основании, во-первых, писания, конечно же, потому что все измышления Леонтия из Неаполя, они строились в демагогии. Из писания ничегошеньки нельзя было взять, наоборот, из писания прямо противоречны как раз этому утверждению. Даже, значит, использование изображений в поклонениях Богу, это недопустима вещь совершенно, согласно Слову Божьему. Хотя, в современном православном таком православный миссионерский антисектантский путеводитель по Библии есть такой. Книжечка такая небольшая, которая пытается увидеть в Библии то, чего там нет просто-напросто. И там некоторые оправдания иконопочитания следующие. Допустим, описывается эпизод, когда Иисуса хотели подловить, и спрашивали его, позволительно ли Кесарю платить под эти налоги. Он сказал, покажите мне монетку. Ему показали, он говорит, смотрите, здесь чье изображение Кесаря. Кесарю Кесарю, Богу Божье. Конец. Там дальше цитаты. Вы скажете, ну и что, ну как бы, причем есть обоснование иконопочитания. Но в этом путеводителе утверждается дальше, дальше идет комментарий пространный, что это, оказывается, есть указание Иисуса Христа на необходимость иконопочитания. Бред. Как бы, причем здесь это? А дальше очень подробная историческая такая справочка, что вот в те времена далекие императорам, Кесарям поклонялись как богам, используя их изображение. И вот, как бы, Иисус, как бы, он таинственно указал, как бы, ученикам своим, что здесь, как вот Кесарю поклоняются, да, вот так же и будут и мне поклоняться, как бы, используя мой образ, как бы, мой портрет, как бы, мою икону. Ну, вообще, и остальные цитаты тоже примерно такого же плана, то есть, как бы, все совершенно в другом смысле подаются. Как бы, это еще древняя, вот эта вот, александрийская система толкования, аллегории, всможные такие притчи, то есть, избегать прямого объяснения. Хотя, в контексте Писания, это, этот пример совершенно говорит о другом. Да, но и исторически это толкование неправильно, потому что во времена Иисуса Кесарям не поклонялись как богам при жизни, однозначно. Вот, и, а Иисус наш, он жив, чтобы ему, как бы, покойнику поклоняться, что ли, портрету. Вот, он живой. И, значит, лишь после разрушения храма Иерусалимского, этот обычай поклонения императорам как богам, он утвердился. По-моему, при Домициане впервые эта идея была провозглашена, то есть, до того, как храм был разрушен, какое-то здравомыслие сохранялось в Риме еще. Римляне считали своих императоров детьми богов, сынами божьими, да, но после смерти они их богами объявляли официально, канонизировали, как бы, их. И можно было молиться, в принципе, гению императора, молиться императору, но уже после смерти при жизни не воздавали божеских почестей. Ну, обожествляли, но был культ личный, конечно же, каждый по-своему это все объяснял, но официально такого не культа. После того, как разрушен, то ощущение, что умел Рим, именно обезумел. Танк себе при жизни, зачем ждать, он потребовал жизни себе по-божественному, и явился бог при жизни. И центром этого безумия, просто ужасного безумия, был древний Пергамм, там построен даже хамм, в гении императора, Бога-бога жизни, который был богом уже. В откровениях Пергамм составляется с престолом сатаны, говорится с сатаны. То есть, по сути, обожествление века, да, мнение перед ним, как живым богом, есть стол дьявола, значит, на планете. И мы знаем, что культы личности, обожествления людей, это привелишим трагедиям, да, там немецкий народ проверил своему фюреру культ личности этого человека. Каким трагедиям это все привело? Когда в России Сталина, как отца народов, значит, почитали, значит, как бога, по сути, боялись и почитали, значит, и, в общем-то, было кровью пролито. А потом, когда он умер, этот тиран, просто-напросто, ну, люди были в смятении, в ужасе, как будто потеряли родного отца. Культ личности, на самом деле. Вот, и мы знаем, что в последние дни, значит, Антихрист, он, научившись, видимо, из опыта и Гитлера, и Сталина, и Домициана, и прочих этих тиранов, создаст, и с помощью технологий современных создаст особый культ личности, именно богом себя провозглашая, на святом месте, как бог сядет. Ну, одно из объяснений возможных событий дальнейших, по крайней мере, такое. В это верят многие христиане. Я тоже во многом разделяю эту точку зрения, хотя есть и некоторые нюансы, вопросы. Так вот, и интересно, что... Кстати, о, интересный факт, вам тоже будет важно узнать. Вот, жертвы, вот когда императора, как бога, провозгласили, да, ему приносили жертвы. И знаете ли, какие жертвы приносились? Самая минимальная жертва было простое куриное яйцо. Куриные яйца их разукрашивали, вот, наподобие крашенок украинских, допустим, значит, да, или, ну как, яйца красят в России тоже. Так вот, их, ну, богатое делали, и как вот Фаберже, допустим, там, с золотом и прочим украшениями. И куриное яйцо считалось минимальной жертвой. Почему? Потому что в их понимании именно боги создали из яйца всю вселенную, как бы вот. Вот они говорили «аб ово», то есть от яйца. Латинское выражение, означающее «испокон веков», с самого начала, как бы вот, с незапамятных времен, как бы от самого создания, как бы. Они говорили «аб ово», то есть это вот от яйца буквально перевод. И, кстати, в восьмом или каком столетии уже, или девятом даже, когда о Марии Магдалине стали писать авторы средневековые, что вот якобы она принесла первое, сделала крашеные яйца, крашенки эти, и принесла императору. А по другой версии она принесла яйцо непокрашенное, подарила ему, значит, но на глазах у императора, значит, оно стало красным там или, ну, крашенным. И, значит, она сказала, что Христос воскрес, как бы, значит, ну, и император сказал, ну, воистину, видимо, как бы воскрес, потому что, значит, ну, как бы яйцо покраснело на глазах у него. Ну, такой фокус, такой фокус. Вот, и если бы Мария Магдалина принесла бы императору яйцо, значит, как вот говорят сегодня православные, и католики многие тоже, кстати, так же говорят, то означало бы это по тем, как раз, по той религии, что она идолопоклонница, она, значит, отступницей была бы от христианства, потому что это была жертвой. То есть, как бы, историки многие православные, как бы, слышат звон, да не знают, где он. Потому что, значит, слышали, что яйца приносили императорам, значит, но, значит, что это означало, как бы, видимо, не вникают до конца это. Хотя, по именно истории Рима, это именно поклонение, когда ты приносил яйцо своему императору в Риме, если ты был гражданином свободным, или, допустим, его статуя, или же перед его храмом там в Пергаме, то ты тем самым показывал, что ты веришь в него, как в живого Бога, что он для тебя Бог, божество. И это было для христиан недопустимым никак, ну, не считая отступников. Так вот, и, да, по поводу объяснений. Мы записали Леонти из Неаполя, да, который говорил об образе и первообразе. В семинариях обычно так это все объясняют. Вот, парень любит девушку, девушка где-то далеко, парень имеет фотографию этой девушки, он целует фотографию, допустим, скучая о ней, вот, значит, думая о ней, вот, как бы, и он мыслями перекидывается на первый образ. Он как бы, вот у него, он любит, допустим, не икон, не фотографию, и, значит, и поэтому обычно говорят преподаватели семинарские, вот, протестанты просто не понимают, в чем дело, они видят нас, православно целующих икон, и говорят, о, вы идолопоклонники. Нет, мы же любим не саму фотографию, мы любим, вот, Господа. Я тоже в это верил, я тоже так говорил, объяснял, и даже однажды, помню, значит, там, меня попросили поговорить с одной девушкой, которая мне объяснили, что она попала в харизматическую секту какую-то, значит, и, значит, ну, я считал все сектанты, кроме православной церкви, и мне сказали, что она недавно в этой секте, значит, она, значит, там, месяц или два, там, ну, так вот, да, а у меня запомнилась, еще с сектой ведения запомнилась такая тема, что первых полгода еще обратимые процессы, как бы легко обратимые, потом уже, как бы, форма необратимая начинается. Думаю, ну, значит, ничего, можно ее будет, как бы, разубедить. И я, значит, пытался с ней поговорить как-то, а она, представляете, без гну недели открывает Библию и пытается мне что-то из Библии объяснить. Я говорю, ну-ка, ну-ка, закрой Библию, говорю, давай поговорим так, нормально. Вот, потому что, значит, знаете ли, когда на чистую воду выводят, на Слово Божье, да, там уже, ну, весь обман-то и всплывает. Она мне, как помню, сейчас из Исаии что-то показывала, ну, по поводу, как раз, идолопоклонства. Но я так и объяснил, что, слушай, говорю, тебе твои вот эти новые товарищи объяснили все неправильно, потому что мы же не идолом, это же все-таки изображение Христа, слушай, апостолов, Марии, это не просто какие-то там догоны какие-то или что-то еще, это же, ну, реальные евангельские повествования и все. Вот, и что мы все-таки не, как вот древние язычники, иконам, там, этим самим доскам, там, камням поклоняемся. Не-не, мы же все-таки в наши дни, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, мы все-таки поумнели, мы, в общем-то, поклоняемся первому образу, значит, а не самому образу. И вот я рассказал случай, вот пример такой с парнем и девушкой, она как бы послушала, говорит, ну, вроде хорошо, все понятно, батюшка, говорит, ну, батюшка, ну, все-таки, если девушка рядом с ним сидит, а он не ее целует, а фотографию. Это что, извращение, что ли? Вот, и как бы я подумал, что такое, значит, ну, я уже дома потом поразмышлял над этим, думаю, надо же, вот все-таки в этом что-то есть. Господь, он не только где-то там, на Альфа-Центаврах где-то, знаете ли, а он здесь, и перед лицом его, вот, целовать эти картинки, как бы некрасиво. А во-вторых, я подумал так, ведь если бы по всем храмам у нас шла речь лишь о портретах Иисуса, да, ну, в разных вариациях, там, допустим, то как-то это можно было объяснить еще, с большой натяжкой можно было объяснить, я потом так подумал. Но ведь там, говорит, значит, честно говоря, значит, в любом храме, зайдите в любой храм, там сотни разных вообще образов, икон различных, да, разных персонажей, пожалуйста, и люди всех целуют подряд, значит, там, и, кстати, на иконах, особенно вот этих, на фресках, допустим, или на больших иконах Страшного Суда, там всегда внизу всякие черти, изображены дьявол, там, значит, антихрист, значит, и... Люди ж не могут достать там сверху, там, поцеловать ангелов, там, или кого-то еще, целуют снизу как раз, и, да, и там всех чертей целуют этих как раз, антихрист, значит, там, изображение, значит, и которым поклоняются люди, значит, и, значит, дьявол, там, озеро огненное, там, грешники, там, вот как бы обычно, ну, доходят до комичного такое поклонения, но люди просто не раздумывают, чему кланяются, не знают, чему кланяются просто-напросто, не знают, чему кланяются. спасение от иудеев то если потеряем еврейское сознание и еврейское понимание то мы можем очень долго будет мы блудить и так и не выйти на свет так вот и да но я покаялся тогда в девушку году как раз когда историю внимательно через писание писал пересматривать и однозначно прочитал я у того же а допустим а пулей у других античных авторов что в древности да не все вот именно к доскам и камням язычники поклонялись вот так делали простые крестьяне невеже невежды но люди просвещенные и древнем риме смеялись порой над такой простодушной такой ересью народной и а пулей тот же самый говорил что недостойно что тот кто именно целует допустим преклоняется перед статуей и зины допустим и поклоняется самому камню то он как бы хулит саму богиню потому что он должен мыслями устремляться ввысь как бы к самой этой богине через образ на первый образ а пулей метаморфоза другие античные авторы значит также писали примерно да и не только ну и до и после уже нашей эры авторы писали примерно следующее то есть в древнем мире это было принято тоже если простые люди да не невежественные как правило приписывали чудотворство самим камням насчет чудодейства на счета и поклонялись то именно просвещенные язычники греки римляне они насчет интеллигенции они поклонялись они искали саму богиню даже больше того а пулей написано по поводу культа изиды который очень сильно почитал так вот написано что все ее образы все ее изображение по всему миру многочисленные различные там красивые не очень красиво разные это лишь как звездочки вот одна ярче другая более тусклая такая на небосклоне но все они говорят об одном как бы об одной богини значит который мы поклоняемся кстати один из православных авторов примерно также сравнил значит богородицу ее многочисленные иконы тоже со звездочками на небосклоне насчета что они все говорят об одной богородице марии я когда прочитал это все сравнил я был просто в шоке значит или это был плагиат религиозно было либо это на самом ли один тот же дух который просто-напросто толкал людей в такие откровения ложные кстати вот вчера я говорил по поводу насчет культа мертвых да насчет и там что вот мытарство блаженной феодоры были значит в десятом столетии в христианскую церковь внесли на такие учения ложные так вот в христианстве не было девять столетий первых такого учения но в других религиях она была в тех же в том же самом египте пожалуйста тоже весы значит добрые злые дела взвешивались значит это же это изида плачет зиды значит она плачет за душу египтянина просят перед сыном своим гором о спасении души которые не туда не сюда как бы не рыба не мясо как бы насчет добрых и злых дел примерно поровну значит а такая ситуация у большинства обывателя это понимаем в сознании людей потом до египта еще в древнем шумере вавилоне те же самые верования были то же самое те же самые весы иначе ставились значит только количество там другое было и ну и имена другие эти персонажи но принципы тот же самый тоже взвешивание тоже умоляла богородица за душу вавилонянина вот и по просьбе этой матери бога и матери как бы вавилоны как бы насчет а вот именно душа там и освобождалась вавилонянина шумерца от этих страшных значит мест загробного бытия так вот идолопоклонство она разоблачалась библейский но к сожалению был спрос был спрос из-за многобожия библейское понимание спасения но было ну по сути утрачено уже к тому времени во многом и поэтому люди то не просто непосвещенные невозрожденные они искали вот такого плотского поклонения материальным материалистического поклонения немного было служители тогда которые именно евангелий евангельские учили так вот в кан но были реформаторы а в кан это был в шестом столетии да мы записали в конце шестого столетия начала седьмого столетия как раз на рубеже вот получается как раз столетий в конце сам шестого столетия уже был такой интересный эпизод очень интересный папа римский григорий тогда что не григорий великий он официально святой в православной и в католической традиции папа римский григорий он рукоположил и благословил нового епископа марсельского сирена епископ сирен марсельский марсель во франции город значит уже не имел тогда епископа своего епископ скончался не было нового так вот и папа римский григорий рукоположил сирена архиепископа марсельского сирен архиепископ марсельский это был реформатор он он приехал значит в марсель и проповедовал в этом городе но марсель был в то время известен своим таким заблуждением большим дело в том что группа богатых горожан этого города имела бизнес определенный значит они построили иконописную мастерскую и в общем-то продавали иконы статуэтки оформляли там на счетом большие малые иконы делали изображение христа марии апостолов на счетом святых и это было значит оттуда с марсель распространялась там в другие по другим городам потому что там рынок торговля бизнес и в общем-то бизнес процветал и вот больше того в самих церквях марсельских в домах у многих горожан марсель жители марселя были иконы были кита образа были какие-то статуэтки и вот сирен марсельский новый архиепископ насчет прежний он как бы не обличал ничего этого насчет и даже как бы потакал таким ересям а сирен взялся очень радикально обличать этот грех и заявил что марсель находится под проклятием значит вот именно идолопоклонство и в церквях он убеждал духовенство священство счет и народ покаяться в этом через несколько через месяц этом после начала этого вот его такое убеждение так проповеди подействовала и по его благословению значит в церквях начале в церквях марсельских и предместьей а сняли все образа все иконы статуэтки они были уничтожены на площади марселя насчет и было с просмотрит и покаяние выдал поклонстве потом марсель сирен марсельский объявил такой день даже специальный когда люди могли бы принести все с домов своих все свои иконы образа начат статуэтки и все это пред всеми взять и торжественно уничтожить насчет насчет и покаяться и большинство людей жители марселя они прислушались к мне к словам пастора своего и в общем-то так сделали но не все далеко не все и второе что этим сам этими вот поступками такими радикальными да он нажил себе врагов сирен и первыми его врагами в марселе стали вот эти богатые горожане владельцы бизнеса этого потому что понимаете склады были забиты уже готовой продукции не раскупали все это горожане больше того сирен подрубил их бизнес очень серьезно потому что туда куда марсель торговал допустим с какими городами да туда сирен послал своих священников убеждая и там народ но не покупать такие про такую продукцию бойкотировать на счетом и покаяться в том что они уже покупали и имеют у себя все это и в общем-то бизнес пришел в упадок некогда процветающий бизнес пришел в упадок склады забиты готовой продукции нераскупаемый и в общем-то эти богатые горожане написали и подписались их рабочие подмастере то есть получается буквально как в эфесе помните да дмитрий до храм артимиды украшал который начинает идиотрепа то есть пробуждение она любое действие диалекте когда вызывает противодействие реформация контр реформацию и пробуждение имеет любое в любой эпоху имеет свою позицию большую и допустим вот сейчас допустим если вот в одессе до начинается пробуждение начнется пробуждение большое движение духа святого то конечно же не всем он будет по нраву будет сто процентов большая позиция к этому огромная позиция потому что но представьте если не будет раскупаться там спиртной допустим да наркотики значит сигареты значит это ударит очень сильно по многим людям кто имеет бизнес начиная от владельцев простых там этих каких-то киосочков на счетами и магазинчиков ну конечно заканчивая серьезными людьми имеющими там свои заводы на счетом да и рынок определенный да и много другого что скажу что пробуждение допустим когда люди вот из практики допустим пробуждений в англии допустим в других странах коррупции это были люди уже не могут быть частью коррупции допустим да насчет получать а те правительства что выстраивают годами многими десятилетиями значит систему коррупции допустим утверждая законы там такие хитрые что поощряющие по сути теневую экономику да то это очень долго выстраивается но если люди вне этой системы становятся то сразу же значит находится очень много конечно противников это пробуждение и вот то пробуждение она имела очень большую позицию конечно и вот письма переписка папа римского григория с марсельцами она сохранилась тоже но часть переписки мы знаем ее есть перевода на русский язык некоторых писем папа римского григория он святой в официальной католической церкви и в православной церкви папа римской григорий великий и он был таким реформатором во многих во многих властях но самое интересное во всех своих письмах папа римский григорий великий он хвалил архиепископа сирена ни в одном из писем он не укорил его и не назвал его действие там какими-то может там ну ошибочными ложными единственно что он писал что на его месте он бы папа допустим будучи на его месте если бы в марселе он бы не так быстро бы все это делал бы а второе что он написал в одном из писем в ответ на жалобу как раз вот этих богатых горожан он написал что икона самая говорит насчет не является грехом но это есть библия для неграмотных то есть по его мы по мнению этого папа римского икона это библия для неграмотных эту фразу кстати подхватили очень многие тогда и стали развивать целую теологию значит папа римский считал что когда в самом марселе не так много грамотных людей и икона допустим как иллюстрации допустим но он читал папа римский что когда европейцы будут грамотами и они смогут читать уже свою библию они по краскам ориентироваться тогда уже надобность в иконах сама собой отпадет они отомрут сами собой но папа не учел следующий момент что библия все-таки говорит о том что значит библия говорит за божьи запустая заповедь так что есть проклятие до третьего четвертого рода а там где проклятие там бесы я точно говорю что за икона почитанием стоят бесы и это не просто проблема грамотности или безграмотности населения сегодня у нас фактически ступа стопроцентная грамм у нас почти да значит многие с высшими образованиями люди да и не с одним высшим образованием однако же целуют иконы и прочие мерзости совершают вот допустим хорошая иллюстрация такая вот события последних лет в украине просто такие ну есть просто вопиющего идолопоклонства вот одно из самых таких как бы очагов вот этого идолопоклонства это город виница в украине и виницы я люблю город я бываю там у меня там друзья есть есть там пастор фредерик тейлор насчет анка это чернокожий пастор насчет церковь христа воскресшего я там бываю у него в церкви и знаете ли это кстати этот пастор он первый из пастырей служители что меня поддержал меня и мою семью тогда насчет и когда мы еще приехали только в украину я познакомился с пастором сан-дэйн другими пастырями но вот именно фредерик он первым кто именно поддержал он всячески и духовный материальный и вообще насчет но очень открыт был и даже насчет были угроза там расправа физическая надо мной моей семьей там насчет угрожали и он он говорил что если что мы вас укроем на счетом и то есть в любое время звоните вот на счета будем помогать им и прочее он очень сильно расположился тогда вот помогать поддерживать и а мне очень важно было ну хотя бы вот такое доброе слово выслушать вообще слова поддержки тогда и вот но когда я к фредерику приезжал пирас на счета тогда знаете ли он или кто-то его из его товарищей сказал так мне что вы знаете вот у нас винится вот такое происшествие значит поклоняются православные у нас вот этому святому пеньку древу святому слышали или нет но это это чудо кого продолжается до сих пор чудов в кавычках конечно так вот и якобы все было вот именно как бы чудесным образом но там реально была следующая история возле одного из храмов венецких росло дерево большое старинное дерево и она вот обещал уже завалить скоро насчет на храм поэтому священник нанял бригаду которая аккуратно дерево спилила и отбросила в сторону от храма и получается на пеньке кольца были необычной формы очень обычный вот и бригадир этот рабочих он увидел в этом знамение как бы знак креста ну ладно хорошо батюшка тоже местный этот настоятель тоже увидел да это точно крест тоже точно расцветший крест такой я был там я смотрел на пенек да там кольца необычной формы но но креста этом не видел но есть подобие креста да можно там но но это похоже на то что мы делали вот раньше в школе там допустим там еще были эти перьевые ручки у нас все за шарик вы нам снижали оценки все время насчет и у насчет и насчет и его допустим раз капали и промокажем обязательно тоже если у вас не было промокажки допустим счета а тоже снимали балл то есть как бы в были такие репрессивные методы такие воспитания школьников советских и вот значит но и мы делали так 1 капельками брызгали значит и смотрели как они как не растекались эти капельки допустим тоже но понимаете ли вот для меня было похоже не на крест а скорее на капельку от чернил который растеклась просто вот просто растеклась так вот и застыла таким образом интересно ну ладно хорошо даже если крест но это не повод что поклоняться этому дереву а как раз сделали следующий такой акт такое поклонение значит объявили этот пенек святым деревом святым древом вот епархия благословила то есть они просто произвол отдельного там батюшки а это именно центр там наверху тоже эти епископы рассуждали приняли да это это чудо это святое древо собрали со всех частных предпринимателей там виницы собрали добровольно принудительно пожертвования те которые даже евангельские христиане были вынуждены платить потому что как только не отказывались приходила там и милиция и пожарники и налоговые все-все-все приходили службы какие только возможно вообще вот и начинали выбивать деньги просто-напросто и поэтому собрали огромную сумму но построили скромную часовню такую насчет хотя там один из предпринимателей почитал примерную сумму какую могли собрать насчет и вышло что на целый храм охватила бы они на часовенку маленькую но ладно это уже другой момент мы построили часовню хорошо каплычку насчет по периметру это часовни повесили такие чурки то есть сам ствол порезаны такие чурочки такие и чурочки эти повесили по всем периметру ну там еще две-три иконы висел еще тогда сейчас может побольше не знаю и а посреди этой часовенки этой каплычки пенек стоит так не низок так не высок православный пенек ну да он же он же он центр там он пуп там их как бы он ради него все и построено же было это все вот и когда заходишь туда то там дежурит такие женщины они монашки ну так аля монашки в черном так все во всем и вот и они всех заходящих посылают пройтись по периметру вначале поцеловать все чурки а потом в пенек поклонение до чуркам и пенькам начали пеньку значит я думаю украины вечерки стала то что это что это такое и вот ну там еще пару икон еще висит и вот ой а пенек он с трех сторон загорожен а спереди такая подставочка такая для коленок чтобы на колене встать и прям туда в пенек для поклонения и представляете целует и пенек неформально а так вот с чувством с расстановками знаете ли потому что там он и его эти монашечки эти вот оттирают от помады а то есть его целуют хорошо насчет пенек и якобы он чудотворный сми винницкие раздули так он такую молву такую мол там чудеса мол вот женщин там беремене это очень насчет насчет там как бы бесплодие лечится данных от пенька это что буратино родиться что ли папа карло да вот вообще конечно насчет у винницких мужей наверное больше искушение чем у иосифа было наверно свое время потому что насчет ну представьте жена пришла забеременела от пенька через пенек да не плать его не плачь вовочка да потом насчет как бы буратино такой родится чурка просто чурки родятся такие православные уже чурки и вот понимаете вот вот это все до сих пор существует это это не просто там ну как бы перебесились как бы и забыли нет это имеет продолжение а вот сам ствол дальше кору веточки и листочки все на пользу пошло вообще все насчет нет батюшка все это все взял в свою юрисдикцию очень быстро все это стали фасовать в такие специальные наборы под пластик ну значит значит и с другой стороны текст молитвы святому древу но там я это молитва знаю я и знал раньше эти молитвы это молитва не дерево имеется ну а там имелся дух кресту иисуса христа но в контексте начнется все вот люди покупают да а с другой стороны молитва святому древу конечно же молитва чему понятно дереву дальше наборы были дешевые такие простые такие а были дорогие набора где уже и коры побольше и веточек и листочков не пожалели уже вот но еще не все прошли годы эти продажи лишь увеличиваются и вот прошло когда лет сок там 8 что ли после события этого тогда отмечалось там или или семилетия виницкий журналист один у него все нормально было с математикой он почитал он соком примерно продавали сока продали за все эти годы кубометров это этого дерева вот в его подсчете получилось насчет но в расчете нас какой высоты было дерево получилось целая рощица короче вот так это же не было такой как в сказке джекста чудесно что до неба нет но знаете религиозный аферизм это очень страшная вещь вообще она паразит он пары паразитирует на самых таких как будут хороших человеческих таких чувствах да а с другой стороны религиозные аферисты они в отличие от простых аферистов они еще более наглые еще более вообще прожженные такие что ли и вот тот самый батюшка один из таких ведущих получается аферистов в украине современной значит религиозных он даже когда фактами приперли к стенке уже все покаясь только и все признайся да ну перебрали да лишнее конечно так даже после этого ему все божья осознать и вообще на счету он вообще он он там написал ответ в этой областной газете что он так и так мол у нас это чудо происходит якобы дерево растет само собой вот и мы его порежем 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 на утро глядь опять дерево опять веточки в подвале храма прямо растет вот как бы и он сослался на писание вот как служение иисуса было хлеб и рыбки они умножились вот так и у нас вот вот получается то же самое вот к сожалению люди верят да кстати когда я был там последний раз мы заезжали как раз туда не к самому храму а так возле храма были то там автобусы стояли экскурсионные для паломников там со львова там с ивана франковска то есть люди приезжают специально туда поклониться ну видимо не только туда наверное я тут полагаю что еще другие места заезжают конечно же но среди прочего получается в их экскурсии религиозных паломнической поездки вот такая источка храм такой-то и часовня святого древа построенной венеции да вот в наши дни и здесь уже даже не не образ первый образ там целую икону иисуса там еще можно напрячься как-то там представить себе что он все-таки именно именно иисус имеет ввиду хотя очень сомнительно что он имеет именно иисуса того самого библейского иисуса но целую чурку значит там или пенек значит что он имеет ввиду вообще ну какую духовную сущность он вообще насчет пристава представляет вообще да как в этом властелине колец за эти nt или как-то называли деревья эти ходячие вот кого он еще мог можете представить вообще для никого враг рода человеческого он просто-напросто вот именно обманывает людей через такие вещи и уводят их от истины очень очень далеко таким людям очень сложно что-то потом донести вообще хорошо друзья мои вернемся снова в давнюю историю начало седьмого столетия вот мы запомнили случай с насчет григорием великим и архиепестском сиренам марсельским но в шестом столетии неожиданно вопрос об иконопочитании и почитание креста и прочие вот вопросы идолопоклонства они вдруг становились стали вопросами политической важности уже и требовали уже вмешательства властей почему в седьмом столетии все стал меняться так потому что в седьмом столетии родилась новая мировая религия под названием ислам я думаю что у вас будут еще насчет преподаватели до бывшие мусульмане которые это будет вот вот мама объяснит более подробно об исламе я не был мусульманином и но понемногу изучал эту тему также сравнительное богословие сравнивая допустим доктрины ислама и христианство и иудаизма мне было интересно узнать как бы общие вещи и вот разницу так вот в 622 году нашей эры значит ислам стал стал религией как считается пропагандироваться религиозное свое воззрение стал магомед основатель этой религии хотя он себя не считал основателем религии он считал что он продолжатель как бы религии общей 622 год начала исламского календаря по хиджри они это это год переселения магомеда из мекки в медину когда он переехал медину он стал свое учение очень так вот активно проповедовать и в общем то этот человек он называет себя пророком и люди называют до сих пор пророком божьим это человек имел очень серьезное обольщение написано вот из галат прочитаю 1 1 глава галатом 8 9 стихи галатом апостола павла 1 глава 8 и 9 стихи но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то что мы благовествовали вам да будет анафема как прежде мы сказали так и теперь еще говорю кто благовествует вам не то что вы приняли да будет анафема вот это она отлучение знаете ли магомед он я не буду подробно рассказать об исламе это лучше расскажет все-таки человек по которым пережил сам насчет эту проблему и слава богу выше вышел из этой проблемы но я скажу что насчет касательно истории христианства и проблемы идолопоклонства значит магомед он использовал некоторые откровениях бы библии да некоторые учения библии и поэтому коран он стал неким таким сбором вот истины и лжи частично есть истина допустим что бог есть единый до истина что бог сотворил небо и землю на счетом что нельзя поклоняться истуканам насчет насчет то что нужно поклоняться в духе богу многие такие принципы он взял правильно что будет страшный суд на счетом на счета воскрешение мертвых на счетом ну как бы верил в это все тоже я так понимаю но к сожалению самое сердцевину библии нашей он просто откинул видимо он не мог до конца как бы смириться с этим и не смог поверить в это хотя он общался с христианами но видимо его сердце вот в гордости такое было которое не смогло принять благую весть о христе потому что он посчитал что христос то не умирал вообще на кресте он и не воскрес соответственно то есть как бы он верил что иисус да есть такой ну был такой человек такой высокоморальный пророк был насчет учитель был но а что творец даже рожденный даже а духа святого насчет без мужчины дамы именно в хоране так говорится что рожден был сверхъестественно в отличие от магомеда там или от всех остальных людей но при всем при том что и написано там что и праведный и праведницей матери его было андач то есть как бы получается он много из библии что знал на нового завета но он отказывался упрямо отказывался верить то что факт что иисус вас распят был на кресте и воскрес из мертвых а павел написал что если христос не воскрес то во веры ваша тщетно вообще и исламская вера на тщетное потому что она не дает человеку убеждения вообще уверенности в спасении не дает ему надежду дает конечно определенную но опять таки есть один из хадисов это наставление и жизни как бы и учений магомеда так вот один из хадисов считающийся достоверным где говорится что то есть у ишиитов и сунитов он есть этот хадис что магомед умирая он умирал внуках и не мог обрести покой значит умирая и ученики его сподвижники собравшись они говорили что так и так почему ты умираешь так вот кому кому а у тебя точно есть место на небесах у аллаха там насчет твоего то знаете ли этот магомед он сказал им что он он не знает где он будет и он боится страшиться суда божьего и он не был уверен спасения далеко не был уверен спасения затем идет такой то в сирпом называется то я сейчас не помню точно толкование объяснение такое идет а так вот и там говорится в этом объяснении что магомед все-таки он глубоко внутри он имел понимание спасения он был уверен много ради как бы учеников чтобы дать им последнее наставление перед смертью как бы назидание как бы урок смирения что ли души своей как бы вот даже момент смерти он дал такое слово хотя я не верю толкованию этому более современному я верю тому что написали те кто очевидцами были его смерти написав что он умирал в смятении и в страхе опасаясь суда божьего не безосновательны были его страхи потому что ни в ком он нам нет спасения не в магомеде они не в коране не чем-то еще знаете ли не в обрядах традициях только лишь в иисусе христе и если мы не знаем может он перед смертью и признал иисуса господом мусульмане даже если бы и знали бы ближайшие ученики в об этом они бы об этом не сказали мне когда потому что слишком закрытая тема была такая иначе рушила вся их религия которую они создавали я в алматы разговаривал в казахстане в других странах некоторых разговаривал с бывшими мусульманами некоторые из них крещены духом святым сегодня насчета пророчествующие братья мне говорили что некоторым из них был откровение даже не одному же и не двум откровение о том что все-таки магомед он перед смертью покаялся обратился и даже есть такие отдельные братья допустим в алмате пророки которые говорили мне об этом очень интересно но это отдельный разговор но по крайней мере то что он сделал магомед это было имело ужасные последствия ужасающие последствия и до сегодняшнего дня это религия антихристианская по своей сути она распространяется и на сегодняшний день представляет собой особо особенно его такая форма и радикальная исламская форма ислама фашизм такой определенный представляет собой главную угрозу безопасности вообще человечества сегодня на сегодняшний день после падения коммунизма наверное именно исламизм такой именно ислама фашизм он представляет собой большую угрозу безопасности человечества давайте это перерыв сделаем и потом продолжим после перерыва и Субтитры создавал DimaTorzok